Эрнест Макаренко, он пришел как бы неожиданно, но это тоже наш единомышленник, долго был председателем муниципалитета по району Москва. Во-первых, большая ошибка, когда мы говорим, что мы требуем как вариант добровольности биоиндентификации. Это ловушка, которая заранее была заготовлена, тут же выскочил рогатый зверек в виде депутата Куздумы вчера после обращения президента Патриарха и сказал, что там мы уже подготовили поправку, у нас добровольное принятие биоданных. Это первое. Второе, если мы даем им лазейку, значит мы как бы сегодня говорили о том, насколько это угрожающий закон для национальной безопасности. То есть мы как бы говорим, что национальная безопасность это полуку, а главное только нас не трогайте и загоняйте нас в гетто. А потом, так же как сегодня уже упоминали, автобусы в Москве, можете за рубли проехать никогда в жизни, нигде, ни на каком участке Москвы. Так же и здесь с биоиндентификацией, если мы допустим, загонят в гетто и потом дожмут, и додавят, и сломают. И отменить закон будет невозможным. И последнее. Социальная концепция Русской Православной Церкви говорит о том, что если государство невозможно убедить, невозможно доказать ему ошибочность каких-то действий, то православный гражданин имеет право занять позицию гражданского неповиновения. Мы должны предупредить государственную думу, что в таком случае мы призываем всех к гражданскому неповиновению, неисполнению этого закона, требуем его отмены, если его удастся продавить. И последнее. Святейший Патриарх года три назад, перед пандемией, выступая в Госдуме, сказал, давайте мы сделаем с вами сотрудничество с Госдумой, и Церковь будет рассматривать законы на предмет их нравственной оценки, на предмет соответствия просто позиции Церкви, и Церковь будет давать такое запрещение для депутатов, широко это информируя. Почивали, поаплодировали, ура, ничего не исполняется. Значит, у нас во время пандемии был прекрасный механизм, был такой главный санитарный врач, который говорил президенту на расширенных совещаниях, вот так делать нельзя, а вот так сделать обязательно. Так, друзья, у нас есть такой главный санитарный врач, Патриарх Московский, Сиаруси Кирилл. Мы должны призвать его, Госдуму и президента, давайте это слушаться. Да, у нас пока, так сказать, Церковь государство не хочет сильно признавать, и считают его просто таким общественным инструментом, который всегда можно заткнуть. Именно так рассматривают технологии, в том числе работающие в Госдуме. Значит, вот давайте-ка такие существенные для государства вещи призвать. Патриарх дает оценку, вот как сегодня он письмо направил Володину, да, только более широко оценку. Мы не признаем этот закон. И президент, вот призываю президента прислушиваться жестко к позиции Церкви. Спасибо. Спасибо.